Воздушные змеи Впервые узнали о применении в китайской и монгольских армиях привезных летательных аппаратов особой конструкции, внешне подобных сказочным существам, летающим драконам, которые были в виде бескрылой толстой змеи, зубастой пастью и короткими лапами. От воздушных драконов пошло название воздушный змей, применительно ко всем привезным летающим аппаратам. Практическое применение воздушных змей нашли во второй половине XVIII века. В 1753 году Бенджамин Франклин провел эксперимент, в котором с помощью воздушного змея выявил электрическую природу молнии и впоследствии, благодаря полученным результатам, изобрел громоотвод. А Михаил Ломоносов, используя воздушных змеев, проводил опыты по исследованию атмосферного электричества. В XIX веке воздушные змеи широко применялись для метеорологических наблюдений и измерения температуры воздуха на высоте. В начале XX столетия воздушные змеи внесли свою лепту в создание радио. Александр Попов использовал воздушных змей для подъема антенн на значительную высоту. Обратите внимание на то, что воздушные змеи использовались при разработке первых самолетов. Так, например, Александр Можайский, прежде чем начать создавать свой самолет, провел ряд испытаний с воздушными змеями, которые тянула упряжка лошадей. На основании результата таких испытаний были выбраны размеры самолета, которые смогли обеспечить ему достойную подъемную силу. Возможности применения воздушного змея привлекало внимание военных. В середине XIX века с помощью воздушных змеев была разработана система спасения судов, терпящих бедствия вблизи берега. Во времена Первой мировой войны войска различных стран применяли воздушных змей для подъема на высоту наблюдателей и корректировщиков артиллерийского огня, а также для разведки вражеских позиций. В настоящее время с развитием авиационных летательных аппаратов воздушные змеи применяют лишь в развлекательных и спортивных целях. Начиная с 1985 года, во второе воскресенье октября отмечается Всемирный день воздушного змея. На этом завершаем наш разговор о воздушных змеях, а вот следующую нашу встречу поговорим о воздушных шарах. Итак, до новых встреч!